Лига чемпионов, дамы и господа, я всех приветствую. Играет Лиль против Манчестер Юнайтед. В красной форме играет Лиль. В оранжевых майках играет Манчестер Юнайтед. Для того, чтобы они не сливались по цветовой гамме. Меня зовут Иван Нестеров, орбитер в поле Антон Великий. И мне кажется, самое время познакомиться с футболистами, играющими сегодня на поле. Еврокубка. С мячом Манчестер, удар по воротам Мизгачев отбивает. И первый угловой мы сейчас видим, он будет исполнен игроками. Занимает первую строчку эта команда, потому что в первом туре переиграла также Манчестер. Марченков. Ударок. Как опасно и как же красиво мяч залетает в ворота. Открывает счет Манчестер Юнайтед. Это Марченков. И сегодня он не проиграл. И Фиорентина, которую Манчестер также выигрывал, но после потеряли концентрацию парни. Пропустили и проиграли. А Марченков забивает еще один гол. Вот так вот они включились в игру. МЮ ведет теперь с более комфортным для себя счетом. Очень здорово. И неужели Александр Марченков, по всей видимости, еще забросы. Лавров уверенно играет в створе ворот команды, победителем в которой оказывается Морозов. Удар, но мяч совершенно не ложится на ногу и нещадно пытается прессинговать Лиле раз за разом. И в итоге допускает такие невынужденные ошибки. Красный дьявол и удар от Морозова. Лавров отбивает и не будет добивания. Мяч попадает прямо в лицо девятки Лиля. Марченков готов ли хит-трик оформлять? Борется впереди, но Мезгачев здорово выскакивает. Семенцов. Он решил приложиться издали. И не... Хороший пас на победенного. Забирает Мезгачев в руки. Но здесь, по-моему, было нападение на вратаря. Поэтому игра ошибается в передаче. И Морозов теряет мяч. Самый 3-0. Снова забивает Манчестер Юнайтед. Это хит-трик от Александра Марченкова. Он наконец-то перестал промахиваться. И наконец-то он забивает. Так или иначе, сейчас пока первый тайм идет, особо, наверное, задумываться о выносливости не стоит. Удар действительно есть. Принимает там Великанов. Ему тяжеловато развернуться. Но он делает это. Партнер отдает передачу. Морозов бьет. Подальше. Дальше Великанов отбегает защитника. Перебросить Лаврова можно. Но он не стал, да и не смог с левой ноги этого сделать. Поджать, поджать. Здорово. Еще. Еще. Иди. И вот Лиляч ошибается на своей половине поля. Вот здесь Мезгачев. Здорово. Классно играет в створе Вороцкой команды. Он трижды пропустил. Но сейчас сыграл самоотверженно. Достаточно. Напомню, у него пара повреждений была в первом тайме. Марченков бьет. Не надо, не надо. И он выполняет подачу на дальнюю штангу. На подборе МЮ удар. Выбивать мяч в аут. Вброшен мяч. Егоров. Вот он. Хороший пас на Марченкова. Александр удар. И покер он оформляет. Вот оно. Что это за... Кто-то выпустил Кракена. И Марченков забивает уже четырежды за сегодня. Ну и сейчас гигантских размеров сложнейшая задача стоит перед французами. Отыграть четыре мяча, чтобы сравнять счет хотя бы. И не пропустить при этом удар от Семенцова. Удар теперь с острого угла. И добивание. Не успел вернуться Мезгачев в ворону. Они были крайне близки к тому, чтобы победить. Но сыграли в ничью. 4-4. Упустили. Шикарную возможность. Момент Лавров. По-моему, сфалил здесь. И мяч остается у Лиля. Но назначен все-таки 11-метровый удар. На который находятся футболисты. Удар. И это гол. 4-1. Лиля отыгрывает один мяч. Вот такая вот ситуация. Такой сюжет. И забивает. Борьба в центре поля. Было нарушение правил. А вот он хороший заброс. В сторону ворот Мезгачева. На мяч выше проходит. Ну а с мячом Лиль. Хороший пас на Великанова. Может быть еще один гол получится отыграть. Но классно бил Великанов. И отбивает Лавров. Ну что же. Оформит пентатрик Роберт Марченков сегодня. Нет. Пока не получается. Левая, левая, Сань. Марченков в передачу делает левее. Дальше Семенцов. Но не смог пробить. Не закачал с мячом в руках. Правым флангом они атакуют. Заброс. Но это скорее просто пас. То скорее всего не хватит. Оставшихся 16 минут. Лилю для того, чтобы еще за что-то побороться. А вот Лиль может забивать. Но не попадает в створ ворот. Разыграли на коротке. Великанов. С правого фланга бил. Дальше Бартенев отобронялся. И за Витясяном подбор. Он бьет. Но крайне сильно. Защитник АМЮ. И вы посмотрите, Марченков какое оказывает сопротивление. Если пытаться еще как-то вернуться в игру, надо забивать второй именно сейчас. Но Великанов бьет. И мяч крайне далеко. Гирин выносит мяч. Борьба. Немного. Марченков разбегается. Бьет очень высоко. Великанов с мячом. Он смещается с правого фланга в центр. Бьет с левой ноги. Лавров отбивает. Евгений Егоров. Подача. Удар головой. Здорово играет Лавров. Манчестер Юнайтед. И вот вперед, может быть, все получится. Марченков. И пятый. Очень близок. Но не стал бить Марченков. А дает передачу щедро. Сыграно. Для себя. Такой ноутач хинт у него получился. Но Гирин здорово сыграл. Но для этого надо забить. У мяча вдалям. И он мягко бьет ворота. И какую красоту забивает. Вот таких голов нам, конечно, не хватало. Сегодня 4-2 счет становится. Вряд ли получится у Лиля уже каким-то образом игру исправить и изменить. Вы нас. Это игра рукой. Бьет Марченков. И он разбегается, бьет и не попадает в створ. Все еще счет 4-2. Мартенев мог в касание отдавать на Марченкова, но не стал. Вот теперь забирает мяч. И Александр Марченков бьет в дальние уголы и оформляет пентатрик. Он забивает и этим заканчивает этот матч. 5-2 побеждает Манчестер Юнайтед. Я думаю, нет никаких сомнений в том, кто же все-таки является лучшим игроком встречи. Александр Марченков делает этот результат для Манчестера. Поздравляем парней с победой. Благодарим Лиль.